Повернитесь к тому, кто сидит рядом и скажите, мир субботы тебе, мир господина субботы в твою жизнь. Вы же знаете, что шаббат это не просто праздник, это не просто какое-то событие, это остановка вечности. Мы останавливаемся в этом времени, чтобы войти, приблизиться в вечность. И когда придет Господь, будет настоящий большой шаббат. Все будет уже в покое. Итак, давайте мы поднимемся на наши ноги и скажем Господу спасибо за ту Тору, за Слово Божье, которое Он нам даровал. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной. Благословен Ты, Бог, избравший нас из среды всяких народов, Божий, давший нам свою Тору. Благословен Ты, Слово Живого Бога, который воплотился здесь на земле. Тот, кто умер, кто воскрес, кто дал нам оправдание, кто дал нам победу. Амин. Присаживайтесь. Давайте еще раз. Шаббат шалум. Очень хорошо. Итак, недельный раздел Торы называется Матот или Матойс, что на иверите означает колено. Это 42-й раздел Торы, 9-й раздел книги Бемидбар. И имя свое получил по первому значенному слову текста. Вайдабер Моше Эль Рашей Хаматот Ливне Исраэль. И говорил Моше главным колен сынов Израиля. И содержит стихи из 30-й главы 2-й стих по 32-ю главу 42-й стих. Итак, числа 30-я глава, 3-й стих. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Заметьте, очень важный момент, что «если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок, он не должен нарушать слово своего». И, конечно, мы можем вспомнить другое место из Бритха Даша, Нагорную проповедь, мы еще туда подойдем. Итак, что же такое обет? Давайте мы разберемся. Прежде чем пойти дальше, нам надо понять, о чем же говорит Писание. Итак, обет – это обещание Богу, данное перед Ним. Человек может давать обеты, соблюдать, например, строгий пост, молитву. И оно содержит какое-то условие. И самый яркий пример мы можем найти в книге Рут, в книге Руф, когда она общается с Нииминь. Итак, Нииминь – это первая глава с 16 по 17 стих. «Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где жить ты будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где умрешь, там и я умру, и погрена буду. Пусть то-то и то-то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит нас с тобою». Это обет. Это не клятва, это обет. Она говорит, я сделаю вот это, я сделаю вот это, я пойду туда, и Бог сделает то-то, то-то. То есть я ставлю условия. И еще один пример обета. Если вы помните, это Яков, когда он уходил, да? Из дома он говорил, что если ты сохранишь мою жизнь и обеспечишь меня, помните, да? То я на этом месте что-то сделаю. То есть это обещание Богу. И смотрим дальше. Идем, подходим к клятве. Клятва именем Бога вышла из употребления в современном секулярном обществе. То есть вам не надо объяснять, что такое секулярное общество. Это мир, в котором живем мы. Это мир, в котором Слово Божие не имеет то значение, которое оно имело когда-то. И если мы посмотрим, ну, сегодня это сохранились такие отзывы, знаете, в христианских странах, когда, например, во время суда ложат руку на Библию и клянутся, что говорят правду и только правду. Но если мы посмотрим, что в древние времена это, давай, вот это, вообще вот это сам процесс давать клятву, это, он был шире, даже глубже, чем наше время. То есть мы можем увидеть это, как, например, Авраам, да, говорил царю Содомскому, клянусь Богом, не возьму у тебя ничего, да, даже шнурки от сандалий. Мы помним о Вимелехе и Авраам, когда он просил, поклянись Господом, что не сделаешь зла моим детям, да. Мы можем вспомнить это Агарь, которая тоже говорит, поклянитесь Богом своим, который, что не сделаете горе мнения моим, помните, да, вот эти моменты. И о чем же тут важно, почему это важно? Мы сегодня живем в таком время, что мы порой не обращаем на это внимания, на те слова, которые выходят из наших уст. Но очень важно, что Бог говорит то, что сказали слова твои, исполни. Важность то, что мы говорим перед Богом и важность то, что мы говорим перед друг другом. Кто из вас в своей жизни говорил, завтра утром встану, буду читать Писание, теперь вот все? Я думаю, каждый, я в том числе. А вот с понедельника буду бегать, потому что надо вес скинуть. Кто говорил? Я говорил. Кто говорил, буду послушным, с женой ругаться не буду? Я говорил. Ну, я могу сказать, что вы тоже. Все мы говорили, мы все говорили эти слова. Но скажите, всегда ли мы выполняли то, что мы говорили? Нет. Нет. Мы не всегда говорили. А еще, знаете, клянусь Богом. Вот есть такая старая история, когда один молодой человек, который вел такую странную жизнь, срывается, вот там, например, он работает на высотниках, он срывается, падает вниз и летит. Говорит, боже мой, клянусь, не буду ни пить, ни гулять, буду вести образ жизни. Потом падает в сток, там, как вот этот сток сена взялся, он падает в этот сток и говорит, ух, какая глупость приходит во время падения. И вот часто в нашей жизни, когда приходит тяжелая ситуация, мы говорим, боже, клянусь, обещаю тебе, больше никогда. Было такое? Да было. Понимаете, мы можем говорить друг другу, что нет, такого не было, я вот честный и правду говорю, но перед Богом-то мы говорим. И Бог говорит нам, пожалуйста, то, что вы говорите, делайте. И это говорит об уровне наших отношений и понимании, кто мы есть перед Богом. Потому что во времена Танаха, во времена Ветхого Завета, послушайте, люди просто так клятвами не кидались. Люди просто так обещаниями не кидались. Они прежде подумали, взвесили, понимаете, да? Но сегодня мы это делаем так. Ну ладно, ну обещаю. Ну честно, ну все, обещаю, правда, ну все. И не исполняем. Так кто же мы перед Богом после этого? Что Он нам сказал? Будьте не просто слышателями Слова, но к что? Исполнителями Его. Он дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Понимаете? Потому что Слово Божье и в силе, в действии, не просто, я провозгласил Слово, но еще и должно быть действие. Это полнота. Поэтому Господь нам очень серьезно намекает. Он говорит, что? Пусть не нарушается Слово Твое. То, что ты сказал, исполни. Исполни то, что ты обещаешь. И мы смотрим на... Руф, да, я вспоминал ее. Руф, прошла свой путь? Могла она уйти? Да могла. Она говорит, не имей, уходи, я отпускаю тебя, я даю тебе свободу, убегай, иди. Она говорит, нет. Я буду с тобой. И мы видим результат. Она кем стала? Бабушкой? Давида. Прабабушкой, спасибо. Вот молодежь у нас правильно, она читает Писание, она знает правильные ответы. Приходите на молодежное служение и читайте Писание. Это, ну, как реклама. Итак, и мы приходим теперь в Брит Хадаша, в Новый Завет. И можно сказать, ведь Господь говорит в Новгородной пробоведи, да, с пятого, там, пятая глава, с тридцать третьего стиха, что если еще слышали вы, что сказано древними, не приступай к клятвам, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, помните, да, потому что он престол Божий, не землей, потому что он подложил ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Будет слово ваше да-да и нет-нет, а сверх того что? От лукавого. И можно сказать, ну, Господь же сказал теперь в Новом Завете, не надо клясться, да, обещаний не надо, ну, но если мы посмотрим вообще на концепцию Нового Завета, мы увидим, что это продолжение, это раскрытие. И что он не просто говорит, он усугубляет, потому что если мы будем брать оригинал, он говорит не просто, а я вам говорю, не делайте так, он говорит, а я вам говорю больше. Я вам говорю, что если когда-то вы были на этом уровне, и этого было достаточно, теперь наступает другое время, вы уже не просто дети, вы уже понимаете, что вы говорите. Потому что если мы говорим и обещаем, мы становимся кем? Нарушителями клятвы. Скажите, когда мы принимаем водное погружение, что мы делаем? Мы обещаем, я вам скажу больше, мы не просто обещаем, это и есть наша клятва. Мы говорим Бог, мы обещаем Тебе чистой совестью служить. Мы обещаем, что наша жизнь будет такой и такой, мы будем идти за Тобой, мы будем это делать. Что Ты говоришь, да, чьим словам поверишь Ты, я поверю Слову Господа. Я буду... Понимаете? И Господь говорит, ты уже сказал да. Да. Все. Иди за мной. Иди за мной. Будет ли на нашем пути трудности? Они будут всегда. Будем ли мы совершать ошибки? Мы люди. Но что Господь говорит? Если ты верен Своему Слову, то я что? Я верен Своему Слову. Вы понимаете? Очень важно обращать внимание вот на то, что если мы берем, но если мы не исполняем что-то, это становится тем, что не дает нам войти и пойти дальше. Это то, что мешает нам входить. Поэтому лучше не обещать. Знаете, есть такая поговорка? Лучше не обещать. Но если ты обещаешь, исполни. Это говорит о нашей зрелости. Подумать, прежде чем ты даешь завет. Подумать, прежде чем ты клянешься Богом. Особенно Богом. Мы сегодня не понимаем ту важность слов, которые имеем мы. Мы говорим, я клянусь Господом. И мы не понимаем, что за нами теперь стоит Господь. Мы не понимаем, что теперь это уже не просто слова. Я помню эту историю, когда вышел Мухаммед Али и говорит, ха, это не бой между Мухаммедом Али и Халифилдом. Ха, это бой между Аллахом и этим Богом христиан. И я клянусь, что я сегодня покажу вам истину. Чем закончилась эта истина? Отдубасил он его, как мальчишку. И показал он ему всю важность, как Бог Израиля не может быть посремленный. Сколько раз клялись, мы уничтожим Израиль. Мы стерем его с лица земли. Где Рим? Где Вавилон? Где Египет? Нету. А Израиль как был, так и есть. И если он обещал, то кто мы, как его дети, которых он приглашает сегодня, мы должны что делать? Верен обещавший. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Можем ли мы сегодня делать какие-то необдуманные обещания? Мы можем это делать. Но я вас прошу, пожалуйста, читая Тору, читая Новый Завет, Брит Хадаша, думайте, рассмышляйте об этом. Лучше не обещать. Но сделать. Чем обещать и не делать. Проблем больше будет. Не клянись. Да, да. Нет, нет. Это хорошая вещь. Ты говоришь, я буду делать то, что я могу. Что по силам руки моей. Вот это я могу сделать. А больше нет. Но. Господь даст силы. Вы понимаете, о чем я сегодня говорю? Поэтому, отменил ли Господь вот это своим словом, то, что было сказано в Торе, ну в Танахе? Да нет. Он раскрыл, он показал глубину, он показал то важное, что нам на что нужно обратить внимание. Он говорит, перестаньте просто открывать свой рот, чтобы в вашу жизнь входили проблемы. Но открывайте свои уста, когда вы будете говорить мне «да» и «нет» греху. Это очень важно. Это очень важно. И пусть Господь даст нам силы проходить через эти испытания, говоря «да» и говоря «нет». И пусть Господь нас благословит. Давайте, как мы начнем, как и завершим, как и начинали. Повернитесь к вашему соседу и скажите «Мир субботы в твой дом». Амэн. Амэн.